Это видео посвящено новичкам-королистам, тем людям, которые в первую очередь приобрели курс у меня по плаванию кролем и учатся с помощью этого курса, а также тем людям, которые самостоятельно осваивают этот стиль плавания. Например, где-то два года тому назад я увидел, как одна бабушка-немка плывет кролем бассейн за бассейном, бассейном за бассейном. Она очень пожилая была, но меня поразило, как она свободно и легко плывет, и плывет она с маской и с трубкой. То есть ей не надо было тратить силы и энергию на то, чтобы повернуть голову для вдоха. Маска была так устроена, что ей не нужно было трубку зажимать губами, то есть маска на все лицо. И трубка проходила через середину лба. Я когда это увидел, так отложил в себе в памяти, думаю, да, здорово, классно, можно так учиться плавать. Ну и дальше продолжал тренировать своих учеников традиционным способом. По мере того, как я обрастал учениками, у меня стали появляться в частности и бабушки. И вот одна такая бабушка в течение нескольких занятий очень быстро освоила плавание на задержке дыхания. У нее поразительно быстро получалось продвигаться в этом направлении. Но как только я стал ее обучать вдохом, вот тут все у нас застопорилось. В силу того, что пожилой человек, может быть в силу того, что ей сложно повернуть голову, или в силу того, что она забывала сделать сначала выдох носом, а потом вдох. Вообще весь стиль ее красивый, когда она полула, просто на задержке дыхания разрушался. И с каждой такой попыткой сделать вдох во время плавания кролем, Татьяна скучнела, грустнела. И видно было, что она уже готова отказаться от этих уроков и забыть про стиль плавания кролем. И вот тогда-то я вспомнил эту бабушку-немку, которая плавала с трубкой и с маской. Мы пошли с Татьяной в магазин и выбрали ей вот эту маску, которая закрывает полностью лицо. И трубка прохожая соединяется прямо с маской. И после этого вернулись в бассейн. Мне показалось, что Татьяна всю жизнь плавала с этой маской. То есть, как она ее одела, я за ней прямо побежал. Она поплыла, и когда остановилась у противоположного бортика, она говорит, господи, как хорошо, как удобно, вот все, больше мне ничего не надо. И, ну, буквально еще там одно-два занятия у нас прошло, после этого она уже плавала с маской. Мы на том и порешили, что больше мы не будем тренировать дыхание на сторону, а она будет плавать с трубкой и с маской, потому что удобно, потому что полезная нагрузка, и она может проплывать достаточно большие расстояния. Спустя где-то два месяца мы с Таней встретились. И я поразился тому, что она плавала уже без маски и без трубки. Как она мне сказала, что достаточно долго она плавала сначала с маской и с трубкой, но потом, когда уже перестала думать о руках и ногах, она стала чувствовать, что ей маска как бы немножечко мешает. И в какой-то из моментов она ее сняла и попробовала сделать дыхание уже с поворотом головы на сторону. И у нее буквально с нескольких раз и стало получаться. Как сама говорит Татьяна, у нее стало это получаться потому, что она не думала ни про руки, ни про ноги. Она сосредоточила изолированное свое внимание только на вдохе. И у нее стало это получаться. И как только я увидел, что этот способ работает, что с маской и с трубкой моим ученикам удобнее плавать, что они уже ни на что не отвлекаются, а просто бассейн за бассейном плывут и отрабатывают координацию рук и ног, могут уделить внимание одним рукам, могут уделить внимание одним ногам. Все удобно, не надо останавливаться. Производительность вот таких уроков повысилась на 100% как минимум. Поэтому вам, уважаемые удаленные ученики, я советую использовать этот способ. Поверьте, вам понравится. Вы будете двигаться и обучаться кролям значительно быстрее и лучше. Уже после того, как вы освоите вот такой стиль плавания, когда вы перестанете контролировать головой свои руки и ноги, вам самим захочется снять маску и попробовать сделать вдох. Вдох с правильным поворотом головы. И такой вдох у вас получится сделать намного свободнее и проще, когда уже и руки, и ноги будут отработаны. И, конечно, кто-то, возможно, захочет плавать уже с маской и с трубкой постоянно. Если вам так удобнее, пожалуйста, главное, чтобы вам было это удобно, комфортно, и все шло только на здоровье. А научиться правильно плавать кролем вы можете, приобретя мой куц. Подробности, кто еще не знает, в описании под этим видео, либо в аннотации, в ссылках в аннотации. А на этом пока прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, если вам показалось полезным это видео. И до встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»